Прежде чем вам начать рассказывать о нем, нужно немного углубиться в историю его появления. Итак, в 1956 году промышленность СССР освоила производство новых прямоугольных кинескопов. В отличие от кинескопов с круглым экраном, новые стали меньше размером, но при этом имели большую площадь экрана и соответственно телевизоры можно было сделать более компактными, как бы это сейчас ни звучало. Завод уже приступил к выпуску новых прямоугольных трубок размером 22 на 29 сантиметров. Это позволяет сильно сократить размеры телевизора и увеличить полезную площадь изображения. В 1956 году Красноярским телевизионным заводом выпускался «Авангард-55». Для того времени это был отличный телевизор, правда уж больно габаритный. И когда заводы начали выпускать кинескопы 35LK2B, 35 это размер экрана по диагонали в сантиметрах, то естественно, что и красноярцам захотелось применить его в своей новой модели телевизора. Для разработки новой модели тогда еще молодому заводу не хватило нужных кадров, и поэтому инженеры подвергли довольно глубокой модернизации уже выпускаемой «Авангард-55». Кстати, если вам интересно увидеть видео о нем, напишите в комментариях. Для новых типов кинескопов промышленностью выпускались также новые детали, предназначенные для их работы. Эти детали были унифицированными, то есть применялись во всех новых на тот момент типов телевизоров. Это значительно упрощало ремонт, а в случае неисправности не нужно было подолгу ждать и искать деталь конкретно для вашего телевизора. И вот все эти новые детали установили в шасси телевизора «Авангард-55». Помимо нового кинескопа установили унифицированную отклоняющую систему, кадровые и строчные трансформаторы с новыми радиолампами, обеспечивающие их более надежную работу, регулятор размера строк и блокинг-трансформатор кадров. Лампу «Кинотрон» в блоке питания заменили полупроводниковыми диодами. Это помогло существенно увеличить надежность схемы в целом. Вместо радиоламп в телевизоре используются полупроводниковые приборы. Посмотрите, насколько они меньше обычных радиоламп. Ну и соответственно, под новые внутренности сделали новый корпус. В результате всех нововведений сократился вес с 45 кг до 24 кг, опотребляемый от сети мощность с 220 до 145 Вт. И сравните сами, насколько новый телевизор стал меньше предыдущей модели. Когда телевизор был готов, то встал вопрос с выбором названия для новой модели. Естественно, что хотелось иметь какое-то своё новое, необычное и, главное, запоминающееся название. В итоге остановились на Енисея в честь Великой Сибирской реки. Енисей. Одна из величайших рек нашей планеты. Протяжённость свыше 4000 км. Однако по поводу названия могу предположить следующее. Осенью 1956 года на Красноярском телевизионном заводе случилась трагедия. Сгорел цех по производству футляров для телевизора «Авангард-55». Убытки были огромные. Обрушились даже перекрытия у здания. План по выпуску телевизоров был на грани срыва. И чтобы спасти ситуацию, руководство Красноярского совнархоза передало производство корпусов ещё и химкомбинату Енисей, занимавшемуся выпуском, как бы вы думали чего, всего лишь пороха для ракетного топлива. Могу предположить, что и название новой телевизору наследовало от этого химкомбината. Но тут-то и произошёл затык. И настолько банальный, заводу просто не хватило кинескопов. Их пришлось ждать аж до 1958 года, пока в Новосибирске на заводе экран не наладили выпуск кинескопа 35ЛК-2Б. И только 28 июня 1958 года первая партия из тысячи енисеев наконец-то была собрана. Посмотрите на то, какой яркий и полосатый у него корпус. Но он не покрыт шпоном, а лишь покрашен под дерево. На сгибах он проклеивался тканью, шпаклевался и только потом красился. Спустя годы это всё, конечно, отщёлкивается на раз. В телевизоре установлен переключатель программ на 5 телевизионных каналов. Когда его переключали дальше пятой программы, телевизор превращался в радиоприёмник с возможностью одновременной фиксированной настройки на 3 ЛКВ радиостанции. При этом для экономии электроэнергии и ресурсов часть неиспользуемых в этом режиме лампы кинескоп отключаем. Большинство поклонников Эллингтона убеждено... Также возможно было использовать телевизор в качестве усилителя звука, подключая проигрыватель или магнитофон. Сам усилитель выполнен ещё на металлической лампе 6П9. Мощность звука на небольшой динамик телевизора всего в 1 Вт, с диапазоном воспроизводимых частот от 100 до 6000 Гц. Глаз подбитый у Тимошки, брикмакер без зубов, морда встухшие у трошки, а пожарный без штанов. Весело было там! Весело было там! В процессе выпуска его постоянно модернизировали, у меня было три таких телевизора и внутри они хоть немного, но различались. Кстати говоря, для тех кто понимает, у этих телевизоров ещё горячее шасси. А ещё возникали сложности с поставками комплектующих для сборки. Раньше слышал легенду, что в январе 1960 года на складе закончились лампы выходного каскада строчной развертки 6П13С. И чтобы не останавливать конвейер, временно устанавливали лампу Г807 от предыдущей модели, Авангард 55. Оказалось, что это не легенда. Мне удалось найти такой телевизор. Вот он. И если вы начали писать, что это сделали при предыдущих ремонтах, то уверяю вас, что нет. Выпускали телевизор по 1961 год включительно. И за это время успели изготовить порядка 60 тысяч экземпляров. В последний год своего производства, после денежной реформы, его продажная цена составляла 192 рубля. И это при средней зарплате тогда около 80 рублей. По поводу эксплуатации Енисея сохранились сильно противоположные мнения. Одни утверждают, что телевизор был чуть ли не самым надежным среди всех моделей. Другие же вспоминают, что когда руководство радиомастерской хотело наказать провинившегося мастера, то его направляли на ремонт Енисея, чтобы отремонтировать который, приходилось потратить чуть ли не весь рабочий день. Если вы что-то об этом знаете, напишите, будет очень интересно. Но в любом случае, сохранилось их до наших дней немного. От них начали избавляться еще в конце 60-х, массово сдавая по так называемой программе утилизации, когда можно было сдать старый телевизор при покупке нового и получить существенную скидку, в зависимости от диагонали сдаваемого телевизора. Данный телевизор доставил своим владельцам много проблем. Только за 1972 и 1973 годы ремонтировался три раза. Один раз даже загорелся, приведя в ужас жильцов дома. Но после этого его все же восстановили, правда довольно халатно. А в 1974 году в телевизоре взорвался огромный электролитический конденсатор, что окончательно убедило владельцев купить новый телевизор и стало концом в эксплуатации данного экземпляра. При этом ему все же повезло. Его хотя бы не выбросили, а отнесли в сарай, где он и дожил до 2015 года, пока не попал ко мне. Ремонт был не из самых легких, однако теперь уже в далеком 2016 году, спустя более чем 40 лет за которые не стало не только его владельцев, но и страны, которая его произвела на свет, он снова смог осветить комнату своим голубоватым свечением экрана. Только вот изображение на экране стало совершенно другим. Кстати, вы часто в комментариях спрашиваете, почему я не показываю текущую трансляцию на экранах старых телевизоров. Ответ на этот вопрос вы сможете узнать в продолжении этого ролика, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!